Здорово, чувачелы, сегодня мы поговорим про Battlefield 3. Итак, познакомился с тройкой я еще в детстве, недалеко от школы был магазин игр, и в один прекрасный день я решил у него зайти. Тут-то мне на глаза попался Battlefield 3. Я не раздумывая отдал за него 175 рублей и забрал диск. Кстати, эти деньги мама мне дала на поездку со всем классом в какую-то поебень, но я решил все же потратить деньги с пользой и купить игру, за что потом получил неплохого подзатыльника. Естественно, диск был не лицензионный, и мне ничего не оставалось, кроме как раз за разом проходить кампанию. И вот спустя 11 лет я покупаю оригинал батлфильку и познаю мир полу-ретро гейминга. Кстати, сама игра как таковая не запускается, когда вы нажимаете в электронную карту с кнопкой играть, то вас кидает в батллок. Это такой сайт, который заменяет вам менюшку игры, и там вы уже можете выбрать свою участь. Либо пройти кампанию, либо играть в мультиплеер. Тут же вы можете настроить жетон, выбрать снаряжение, посмотреть статистику и т.д. и т.п. Но давайте перейдем к самой игре. Для начала я вас предупрежу об интересной фишке батлфилд 3, а именно о панкбастере. Панкбастер это такой античит, и этот античит не хочет дружить с новым железом. Так что если вас будет выкидывать с игры показывая вот такую плашку, спонсор этого события является именно античит панкбастер. Решить эту проблему довольно легко, но придется немного потанцевать с бубном. И вот мы запустились на сервер. Кстати, заранее проверяйте сервера нажимая на вот эту штучку, потому что есть наебщики, которые просто закинули туда 60 ботов, чтобы создать массовку. Мы запустились на сервер, и игра нас сразу возвращает вот такой табличкой, в которой вы можете выбрать класс, поменять вооружение для каждого класса, выбрать отряд, в котором вы хотите играть, а также закастомить оружие и облик. И еще в правом верхнем углу вы можете видеть счет. Теперь давайте взглянем на худ. В левом нижнем углу у нас расположена миникарта, которую можно расширить, нажав на английскую буковку М. Над миникартой расположен счет матча, справа от миникарты мы можем видеть наш отряд, а внизу миникарта миниатюрный компас. В правом нижнем углу мы можем видеть счетчик патронов, режим стрельбы, счетчик гранат и уровень здоровья. В правом верхнем углу у нас находится киллчат, ну а в левом верхнем углу обычный чат для общения. Battlefield это все же шутер, а в шутерах должна быть приятная стрельба. Так вот, любителям казуальной стрельбы здесь пиздец, ведь в игре есть эффект подавления. Сейчас я скажу, что это такое. Пока по вам не ведется огонь, пули летят ровно. Но как только в вашу сторону прилетит очередь, то все пульки, которые должны были лететь ровно, будут лететь хрен знает куда. Так что в перестрелках лоб в лоб по большей части будет решать рандом, отчего ваша попка примет форму вулкана и начнет извергать недовольство. Но к этому можно привыкнуть. Режимов игры достаточно много и перечислять их всех я не буду, назову только те, в которых есть люди. Team Deathmatch, Conquest и Push. Team Deathmatch это обычный бой команды на команду с возрождением. Conquest это стандартный режим Battlefield с захватом и удержанием точек. А в режиме Push одной команде нужно удерживать точки и не дать врагу пройти. Как только враг взорвет точки, вас откидывает на другую линию обороны. Надеюсь, я понятно объяснил. Перейдем к картам. Карт в игре 23, это если считать со всеми дополнениями. Но в основе ростер карт будет составлять максимум 10 единиц. На футажах вы можете лицезреть средние настройки графики и выглядеть на самом-то деле непососно. И сказать, что графика прямо устарела я не могу. Вот, кстати, минимальные системные требования. Давайте теперь ответим на вопрос, есть ли смысл играть в 2023 году. На самом деле решать вам, но мне лично зашло. И я еще недельки-две буду заходить в нее точно. Но на вашем месте я лучше бы глянул в сторону Battlefield 4, так как там играть намного приятнее и системные требования не так сильно отличаются от тройки. В общем, хочу выделить три причины купить Battlefield 3. Первая причина, если у вас достаточно слабый компьютер, и вы просто хотите вечерком позаздоротить во что-то с друзьями. Вторая причина, это просто поностальгировать. Ну и третья причина, это попробовать геймплей 2011 года и посмотреть, как это все игралось. Спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем желаю добра и позитива. Пока.